друзья всем привет это ольга и я так спонтанно хочу сегодня сделать такую акварельную арт-терапию я давно не делала такие вещи просто для примера здесь положила старых работ то есть это будет такое расслабление акварельное я очень люблю такие делать вещи давно их тоже не делала и очень хорошо снимает напряжение и вообще во многих помогает скажем так во многих вещах не только творческих но и вообще-то такая своеобразная арт-терапия но это для меня не в чистом виде конечно арт-терапия это все-таки такой творческий процесс он будет полезен тем кого до трудности тот может быть очень такой вот если кто уже рисует академический художник и трудно как-то освободиться хочется какой-то свободы да вот можно просто сделать такую практику это может быть большой лист я просто такой взялись чтобы это было на экране видно что я буду использовать я буду использовать обычную акварель я буду использовать жидкую акварель вот такую очень хорошая акварель испанская но она не светостойкая то есть это конечно больше для таких дизайнерских работ в одно время мне прям очень направо что она очень яркая но она выгорает надо иметь ввиду я также кое-что вот из околайна наверное буду использовать что угодно что есть под рукой все подойдет бай акварель хорошо иметь какой-то пульверизатор просто удобнее смачивать лист можете закреплять можете не закреплять здесь все на ваше усмотрение кому как удобно я буду пользоваться вообще наверное чистыми цветами то есть вы можете где-то смешивать на палитре опять же кто как любит я просто попробую так как я это делала бумага у меня акварельная 200 грамм мне эта бумага не понравилась эта фабриана но она цинковата она для таких нормальных работ поэтому я буду использовать вот для каких-то таких не очень серьезных странных работ извини она не очень она плотная не очень хорошо держит воду я люблю когда воды много но для каких-то таких более более так может быть сухой акварелью она кстати подойдет так ну что приступим ты что буду делать я буду просто брать какие-то мои любимые цвета и просто просто пятнами посмотрим я даже может быть минимальный пользоваться я кстати вот в таких свободных абстрактных техниках люблю пользоваться вот этой кисточкой потому что она дает такой знаете как розчерк здесь как и такового рисования не будет то есть наша задача просто вообще отключить мозг просто погрузиться этот процесс можете подвигать не закрепляйте на стол закрепляйте на какой-то планшет я также наверное воспользуюсь солью люблю тоже соль в таких процессах когда краски много можно ее немножечко собрать салфетка также нам дает вот такие интересные фактуры это уже да что-то такое отличается интересные это прям пейзаж получился ледяной то есть чем хороша вообще такая манера рисования вы не идете от головы от своего сюжета да вы идете от пятна и вот от того что получается то есть аквариалит это такая интуитивная техника вот я сейчас начинаю что-то видеть то есть принципе вот из этого я уже могла сделать например какой-то пейзаж города горы какие-то арктические льды да то есть вот да просто так мне эта идея она бы не пришла сейчас но вот идя от материала от пятна приходят идеи вот на это стоит обращать внимание то есть это немножко такой обратный процесс не так как обычно нас учили в художных школах соль ну наверно все уже знают она дает нам такие прикольные фактуры зависимости от соли зависимости от бумаги они всегда разные где-то они получаются четко где-то они нечетко все это всегда такой эксперимент смотрим что здесь они тоже способов как можно распределять краску это пользоваться такими всеми с подручными средствами они кистями пластиковые карточки очень хорошо в этом смысле помогают они передают такие надо тонкие линии и вы можете ли как шпателем работать делаете салфеток краски много опять же бумага немножечко стекает с нее нет ничего можно тоже с этим развлекаться то есть воспринимайте это как груда представьте что вам 5 лет и просто пробуем какие-то пятна краски смотрим как они взаимодействуют друг с другом если на первых этапах вам все-таки нужны какие-то объекты вы можете представить что это например поле с цветами то есть подумала я вчера куляла в поле было много таких сейчас цветов полевых клевер и всякие там желтые цветочки может быть это где-то тоже вот сейчас отложилось у меня в сознании и вот оно выходит вот такими цветами пятнами или это могут быть отражение в воде да то есть на самом деле от реализма до абстракции вообще полшага то есть если мы посмотрим на отражение в воде увидите что там в общем-то просто пятна на в небе на облака это тоже просто пятна что мы всегда придаем этому какое-то значение ну и система образования до нас заставляется на художественное образование такого традиционного то искать какой-то предмет на какую-то предметность объем но это не всегда нужно не всегда уже получается смотрите на такие красивые вещи не факт да что это вот так как точно высохнет на это неважно на самом деле мы сейчас больше сфокусированы на процессе они на результате то есть вообще если вот вам да непонятно что такое абстрактная живопись и почему да она стоит таких больших денег иногда в музеях да и вы не понимаете почему так вообще да вроде бы там да как это любит говорить да мой ребенок так же сделает вот здесь суть то что вам нужно перевернуть сознание воспринимать это не как опять же результат да картинку что там нет картинки за что-то деньги а именно как правило да это был какой-то процесс поиска творческого художника да и картина она уже просто как результат как документ скорее вот этого процесса то есть не художника не рисовал да с целью сделать красивую картинку он выплескивал какие-то свои эмоции мысли там зависимости человека тема и то что мы видим это уже как бы просто документ скажем так рекомендую посмотреть если не смотрели фильм про джексона полок а то полок называется о том как он пришел к своей манере как там у него случайно вот так вытекла краска из банки вообще полезно знать да вот этот тоже момент как этот экшн-пейнтинг как он родился тогда очень много станет понятным тогда у вас не будет вот этих вопросов да что это такое почему там нету там никакого смысла то есть это знаете как музыки хорошее мне кажется сравнения если сравним с музыкой мы же не еще всегда до слова в музыке а есть классическая музыка и есть просто мелодия да есть какие-то настроения на и и мы же не спрашиваем да почему там нет слов почему там нет какой-то истории мы слушаем да испытаем какие-то эмоции чувства иногда плачем даже почему-то да да вроде бы это просто музыка также и живописи то есть да есть разные стили разные направления где-то есть сюжет а где-то его нету где то есть просто чистые эмоции ощущения а еще у меня есть такая тушь очень классная тушь семилье сейчас тоже покажу как она действует это тушь вообще для каллиграфии по моему изначально ее можно добавлять тоже живопись она вот такие дают интересные у нас другая по своему составу да поэтому когда она начинает она действовать с акварелью получается интересные такие вещи ближе видите как она интересно расплывается и она немножко застывает то есть у нее есть такой там такой эффект лака то есть когда это высыхает тушь имеет немножечко такую лаковую структуру и тоже получается интересные вещи можете вот немножечко как бы я ее так растягиваю этой кисточкой вот что мне нравится это может быть только кисточка а это может быть даже какая-то палочка то есть вот здесь мы можем экспериментировать с любыми материалами смотреть искать что-то свое как варель еще влажная да все это такое живое можете наклонять поверхность смотреть как она растекается на все это дает здесь также можно использовать не только соль да какие-то маски какие-то даже крупы я сама не пробовала но может быть тоже поэкспериментировать вот уже соль начинает давать видите да такие эффекты а еще я видела что художники некоторые используют отбеливатель небольшой такой тоже небольшом количестве зима не пробовала тоже можно попробовать интересно тоже получается эффект не знаю как это влияет на сохранность цвета может может попробовать но это немножечко уже подсохла таким она такая немножко вязкая да здесь кстати можно воспользоваться также карандашами я люблю делать штрихи последнее время вот моими любимыми карандашами акварельными или вот этими ink dance я всегда про них рассказываю очень хорошо они идут вот по влажной бумаге на этом этапе а если уже так говорить именно творчестве да вы можете сделать собственно больше да если вам хочется больше реализма пожалуйста да вы здесь можете добавить какие-то листья вот уже получится какой-то пейзаж это самое поле можете здесь нарисовать какие-то стебли цветы это могут быть то есть это может быть ваша основа под что-то еще под что-то более конкретное или вы можете просто наслаждаться вот этими пятнами линиями абстрактными кто-то может в этом увидеть еще что-то это уже дело зрителя а и а и а и и и и и еще где-то добавить цвет если чувствуете что оно начинает немножко бледнеть нужно добавить попробовать обычной акварели синего не хватает надо добавить цвет с цветом не старайтесь вообще меньше думать вот просто интуитивно да не думайте там подходит цвет не подходит если у вас душа просит добавляйте пусть даже если это получится как бы некрасиво в итоге значит такое у вас было настроение может это работа она до работы ведет другой то есть начинать сделать вот такого не красивую одну вторую третью и потом получится красивая то есть не надо себя тоже гнобить я вот часто наблюдаю в некоторых тоже комментариях группах где начинающие художники люди очень начинают переживать что да у них что-то не получилось не надо переживать то есть вообще в идеале надо радоваться каждой своей работе ну понятно что не всегда это получается это все путь это процесс и он на самом деле бесконечный и самые великие художники все равно недовольны своими работами бывают и всегда идея в голове она не соответствует тому что как бы хочется да что получается поэтому нужны вот такие моменты когда вы просто себя отпустите и просто что-то такое поляпаете поделать мне нравится как получается напишите потом как вам буду очень рада обратной связи особенно напишите если вам непонятно если что-то да у вас там триггериды вам кажется для чего это нужно что это за ерунда то есть вот тоже пишите мне это все очень интересно но я наверное там остановлюсь после насохнет я потом покажу результат надеюсь что было видно это так как я задумала вот все всем хорошего дня или конца дня смотря на какое время смотрите все всем удачи пишите пишите и ставьте лайки буду очень благодарна всем пока